Лингвистическая экспертиза нашла таки в словах оппозиционного блогера Егора Жукова экстремизм И знаете в какой фразе? О необходимости хвататься за любые формы протеста Ух ты! Мне почему-то гопники из подворотни сразу вспомнили Слышь, есть закурить? Да я не курю, ты чё послал меня только что? По-моему знак равно в двух этих случаях можно поставить Ну а теперь ещё смешнее, цитирую другие доводы эксперта, источник новая газета В словах Жукова отчётливо прослеживается мотив политической ненависти или вражды к действующей власти Под ненавистью или враждой понимается нетерпимое отношение к определённой группе лиц Вследствие несогласия с их политическими взглядами, обалдеть! У меня глаз сейчас задёргается, я правильно понимаю, что мы с вами оказывается уже обязаны любить власть Не молишься на мэра, губернатора или прости господи, премьера с президентом Всё, экстремист! Мы обязаны соглашаться с политическими взглядами любого чиновника Стоп! Это где ж такое написано, стесняюсь спросить, или я что-то пропустил В Единой России я, кстати, состоять не обязан Нет, а то я вот не состою, вдруг это уже уголовным преступлением считается А если серьёзно, всё ещё остались такие, кто думают, что история с Жуковым это не политический заказ Начинаем! Продолжая тему российского недоправосудия Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск Мосгортранса К организаторам несогласованной акции 27 июля интрига Навальному сотоварищи Теперь оппозиционеры и его команда должны выплатить транспортникам неустойку в размере 1,2 миллиона рублей Слушайте, может я чё-то не понимаю? А можно поинтересоваться, на основании чего суд принял такое решение? На основании каких доказательств? Итак, митинг был несогласованным, то есть стихийным, они сами это признали О каких организаторах в данном случае идёт речь? У стихийной акции не может быть организатора, могут быть подстрекатели Но подстрекатели и должны установить, наверное, руководствуясь хоть чем-то, кроме слухов и домыслов Например, заявка в деле на проведение митинга есть, которую, скажем, тот же Навальный подписал Нет такой заявки, да её и не может быть, потому что Навальный в те дни вообще под арестом находился И упекли его за неделю до того, как Юля, привет, с днём рождения Около подъезда маленький автобус с ОМОНом И меня задержали Продолжаем Ещё одним основанием для решения суда, о котором мы говорим Могло бы стать заявление самого Навального Мол, да, это я выступил организатором протестов Однако, насколько мне известно, подобного заявления Алексей Анатольевич не делал Конечно, на свидетельские показания можно было бы опереться Типа нашлись какие-то люди, которые видели, как ответчик руководил процессом В смысле, тем самым митингом, так и тут Мимо, говорю ж, Навальный в тюрьме в те дни сидел Тогда как? Как суд признал этого человека организатором данной акции протеста? Ага, да ещё и штраф присудили в пользу Мосгортранса И всё это в рамках одного дела, ну не бред Это реальная журналистика Мы же живём в правовом государстве, верно, Владимир Владимирович? Тема сегодняшнего выпуска, поехали! Понимаю, что кто-то сейчас скажет Саш, ну всем же очевидно, что конкретно за этой акцией Именно Навальный стоял как лидер оппозиции Как политик, за которым готовы идти и идут люди Вот только, ну всем же очевидно, не может быть доказательством для суда Тут нужно что-то посущественнее, давайте на пальцах Кто такой Навальный? Чисто формально, юридически Лидер оппозиции? Говорите, а есть какая-то бумага, подтверждающая эти его полномочия? Нет? Дальше Может быть он председателем какой-то политической партии является? Тоже нет, у него и партии-то не имеется Тогда простите Но повторюсь, чисто с юридической точки зрения То, что Навальный политик и лидер оппозиции Это что-то из разряда Одна Ванга сказала Говоря языком сухих терминов Мы обсуждаем сейчас обычное физическое лицо Просто чувака из интернета Правда, пользующегося определенным авторитетом У определенной группы людей Хотя вот, скажем, Филипп Киркуров Тоже пользуются определенным авторитетом У определенной группы людей Таня Буланова и даже Борис Моисеев Но этих ребят почему-то не прикручивают никаким митингом Не называют лидерами оппозиции И уж тем более организаторами каких-то там процессов Очень нехороший человек Я впервые вижу такого человека Ему только нужны деньги, деньги, деньги Резюмируем Есть блогер Навальный С большой аудиторией Да, блогер Навальный Призывал людей выйти на несанкционированный митинг 27 июля, что безусловно Является административным правонарушением Человек за это понес наказание Кстати, ну почему ему затем штраф Как организатору митинга присудили Как одно с другим стыкуется вообще Призыв это одно, но где неопровержимые улики Что Алексей Анатольевич тот митинг организовал Еще раз Доказательством причастности К организации чего-либо может быть бумага Бумаги нет Собственные признательные показания Хотя бы в виде устного заявления Это я Этого тоже нет Свидетельские показания, наконец, которые в деле Также отсутствуют, потому что На митинге Навального не было Как вообще судья Решение выносил? Нет, я все понимаю Существует такая штука, как политическая борьба Я готов это принимать Я даже готов принимать то, что обстоятельства, что в политической борьбе Нередко используются так называемые черные Или грязные технологии И это нормально Но я не готов принимать ситуацию Когда в политическую борьбу вовлекаются те, кто должны обеспечивать законности, право, порядок Че, 90-е, что ли, за окном Когда к предпринимателю приезжали бандиты и говорили Ты нам должен Почему? Потому что ты барыга Хотя Даже в 90-е у человека была возможность найти хоть какую-то защиту Сегодня Да какое мы нафиг правовое государство после этого? А вот вам еще один пример работы нашей доблестной правовой системы Тут, правда, уже без политики Хотя, как посмотреть на старт Внимание! Алексей Воронин Бизнес-тренер, инвестор и предприниматель Который в свое время питался дошираком Но в итоге сколотил миллиардное состояние Как вам сделать точно так же? Алексей Воронин с удовольствием расскажет в своей авторской супермощной программе Нет-нет-нет, это не реклама Хотя некоторые мои коллеги данного бизнес-тренера Пиарят с завидным постоянством На самом деле, вы только что видели Обыкновенного лохотронщика, который вот уже несколько лет Пользуясь непростой ситуацией в экономике страны Морочит людям головы Коучингом человек занимается, как сегодня модно говорить Продает какие-то секретные знания Как стать богатым и успешным Обучающие курсы Супермощные методики Вот освоишь все это И как попрет у тебя В смысле, станешь мульти-мега-супер-бизнесменом Самым крутым на планете Примечательно, что люди на всю эту фигню ведутся Неглупые, в общем, люди Ну, слушайте Стоимость одного курса У вот этого вот Воронина Почти миллион рублей Простой Вася Кукарекин Вряд ли может позволить себе такой подарок А есть еще продвинутый курс Его цена втрое выше Человек даже за то, чтобы просто встретиться со своим адептом Ну хорошо, потенциальной жертвой Для предварительного разговора бабки с этих доверчивых граждан стрижет Спикер Оксфорда Кембриджа и Колумбийского университета Лауреат множества премий В том числе и товар года Миллиардер селфмейд Выпускник Сколкова Хотя на самом деле Никакой это не миллиардер Обычный проходимец Все зарегистрированные на Воронином предприятии Либо не ведут никакой деятельности Либо являются убыточными Да и не собственник он в них А всего лишь совладелец В ряде случаев бывший Уставные капиталы двух принадлежащих предпринимателю фирм 10 и 16 тысяч рублей Если покопаться в реестре Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель Но счета ИП в данный момент заморожены В 2019-м псевдобизнесмен был ответчиком в процессе Обзыскания нескольких миллионов по займу Блин, как таким людям удается одурачивать толпы? Но самое важное Согласитесь, что просто так В нашей стране лохотрунчиком быть нельзя Тебя очень быстро прихватят За причинное место Потому что А Воронина до сих пор не прихватили Несколько лет парень промышляет Сомнительным бизнесом Через его счета проходят суммы С огромным количеством нулей И никто до сих пор Даже не посмотрел в сторону мистера Я сделаю вас успешным Не смешите мои тапочки Вполне себе очевидно Что работает этот фокусник не сам по себе Что за ним кто-то стоит И этот кто-то при или из власти А вообще, конечно, хочется спросить Как вы думаете, кто больше урон Нашему государству наносит? Навальный со своими митингами Разоблачениями коррупционеров Иногда бестолковым шумом Согласен Или вот такие вот воронины Каковы приоритеты российских рулевых? Объясните мне кто-нибудь Главный вроде говорит Мы должны войти в пятерку Крупнейших экономик мира Так Навальный вроде и не мешает Этому процессу В то время как мошенники Как раз тянут страну вниз Так в чем приоритеты? Повторюсь Почему основной задачей Правоохранительных структур сегодня Стала борьба с инакомыслящими А жуликами там занимаются Опосредованно Или не занимаются вообще Они точно там о стране думают Или все-таки о креслах Что под их пятыми точками находятся Хотя Это риторический вопрос Все Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете Ссылка на ютуб страничку сверху Подписывайтесь В соцсетях тоже жду В друзья добавляйте С темы предлагайте Под ними мы обсудим А я за сим Спешу откланяться Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok